Кто хоть однажды видел это Меня зовут Амара Варсен Абдум-Ажидович, а я учусь в гимназии номер 7 В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы, 9 мая Это очень важный праздник для моей семьи Потому что мои прадеды участвовали в этой Великой Отечественной войне Моего прадедушку зовут Курбан Магомед Алиевич Он родился в 1909 году В конце 1941 года его призвали на пехотном полку Северо-Кавказского фронта В 1942 году фашисты стали приближаться к Кавказу Им нужна была нефть и выход к Каспийскому морю Полк моего прадедушка был перенесен под город Моздок В 1942 году его очень сильно ранили осколками в ногу Его отправили в военный госпиталь, где врачи спасли ему жизнь Потом его комиссовали и отправили домой До конца войны дедушка работал в колхозе Но он часто вспоминал своих фронтовых друзей И те страшные военные дни Орден Великой Отечественной войны Первой степени, который получил мой прадедушка Говорит о том, что он мужественно стоял на фронте Курбан Магомед, это гордость нашей семьи Я горжусь им Я, Наугольнов Даниил, ученик третьего класса Каспийской гимназии Мой прадед Бударий Виктор Семенович Встретил Великую Отечественную войну на границе 22 июня 1941 года Приняв ожесточенный бой с фашистами, был в два раза ранен Прадедушка Витя прошел боевой путь в первых же дней войны До его победного окончания на реке Эльба возле Берлина Сражался за Кавказ, освобождал Польшу и Украину Он был награжден медалью за отвагу Двумя орденами «Красная звезда», медаль за боевые заслуги Многочисленными памятными медалями и знаками Он жил в городе Махачкала, его не стал два года назад Он опубликовал восемь книг, написанным простым неписательским языком Прозой и в стихах Овнях писал о своих однополчанах, о дагестанцах-ветеранах Великой Отечественной войны О сотрудниках милиции, нынешних защитниках страны Он настойчиво пытался сохранить память о том горе и зле, который приносит война Призывал беречь мирную жизнь И делал это не только на словах, выступая перед школьниками и студентами Но и запечатлел это на бумаге для будущих поколений, для нас А сейчас я расскажу его стихотворение Юго-запад не Берлина, автоматный и шальной Воздух очередью длинный Распрощался с войной Долгожданная победа, долгожданная весна Прошагали мы пол света, чтобы выжила страна По равнинам, по болотам, с ношелью и налегке Шла гвардейская пехота к дальней вражеской реке И теперь в начале мая возле Эльбы в двух шагах Костя Кулькин нам играет, лихо растянув меха Кто-то пляшет, кто-то плачет Шибче, яблочко, звени Всем нам выпала удача в эти радостные дни Все собрались по старинке на полянке в тесный круг Не забудьте про лесгинку, крикнул Вася Хейла вдруг Асса, асса Засверкали юной удалю глаза И запрыгали медали в ритме бешеном Асса Я создал книгу памяти 31-го класса О фронтовиках в семьях моих одноклассников Чтобы сохранить историю о тех, кто ценой своей жизни завоевал победу для нас Меня зовут Муртазалиева Зухра Маратовна Я из 3-го класса Учусь в гимназии Я хочу рассказать о моем прадедушке Исаевом Дибире Мой прадедушка родился 15 мая В 1920 году В аварском селении Ругуджа Гунипского района В раннем детстве он лишился отца И скорее матери Благодаря поддержке родственникам Он имел возможность учиться Да и он сам, мой прадедушка Зибир Всегда стремился к знаниям В 1941 году В 1941 году началась война В июне 1942 году дедушка в возрасте 22 лет призвали на фронт Он воевал в 369 стрелковом полку Был старшим сержантом командир отделения своего полка В декабре 1942 году он был ранен Лечился в госпитале А в феврале 1943 году он снова ушел на фронт И закончил свой фронтовой путь в сентябре 1945 году Мой прадедушка Зибир был награжден орденом Отечественной войны второй степени Этот орден вручали за храбрость, мужество и стойкость С борьбой с немецко-фашистками и захватчиками Мама помнит, что на занятия детей Приглашал звон колокольчика В который звонил прадедушка Он был не только директором школы Но он был любимым учителем, заботливым, понимающим Он всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался Уйдя на пенсию, дедушка посвятил себя своим внукам Которые у него было 8 человек Не стало дедушке в 2000 году Я хочу больше узнать о своем дедушке Дибире Я горжусь своим прадедушкой И начну собирать сведения у родственников, которые еще живы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА